Итоги уходящего четверга Где хранится символ доблести и славы? Допился до ручки, переехал родного отца. В Могилёве произошла смертельная авария. Вы что, не видели? Или не слышали удар? Не видел! Что показало освидетельствование? Самый лучший день. В городе поздравили мам, которой родили 3 июля. Хотела истинную белорусочку. Мы как запланировали, так звезды сошлись. Сколько детей принес Аист? А также информационный повод, аграрный сезон и комфортная жизнь. Беларусь вошла в топ-10 стран для переезда по версии британского портала. Какие учитывались критерии? И снова разобрали на цитаты. Президент провел встречу с представителями ведущих мировых СМИ. Во Дворце независимости собрались журналисты, которые в течение предыдущих недель запрашивали интервью с Александром Лукашенко на фоне недавних событий в России. Львиная доля вопросов касается судьбы Вагнера и отношения белорусского лидера к произошедшему. Оценки президента не изменились. Смуты нужно было избежать любыми средствами. И свое слово глава государства держит. ЧВК Вагнер находится в своих лагерях. В постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. Лечение, отдых и так далее. Идет ротация обычная для такой войны. И вот после Бахмута Артемовска они были выведены в свой лагерь. Там они сегодня и находятся. Никаких рисков от размещения ЧВК Вагнер в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, о котором меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают. Если ЧВК Вагнер появится в Беларуси, то все соседи, и в том числе ваше руководство Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица. И вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК Вагнер, прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Президент также ответил на вопрос о ядерном оружии. Размещенном на территории Беларуси. Глава государства подчеркнул, оно может быть применено только в ответ на агрессию со стороны недружественных стран. Среди других тем военный конфликт в Украине. Александр Лукашенко уверен, пока переговоры возможны. Большой вопрос, останутся ли они таковыми после так называемого контрнаступления. Градус безумия. В Могилеве произошла смертельная авария. Трагедия случилась во вторник около 11 вечера. Житель областного центра после застолья решил съездить в магазин за добавкой. Отец попытался остановить сына, однако водитель переехал его и даже не остановился. О том, что стряслось до нетрезвого мужчины, дошло только тогда, когда он вернулся. Освидетельствование показало 1,4 промилле. Дорожный допуск, клеточные технологии и выгодная форель. В Беларуси планируют увеличить разведение ценных видов рыб. Где построят новые комплексы? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси началась уборочная кампания. Уже собрано 45 тысяч тонн зерна нового урожая. Из-за разницы климатических условий ситуация по регионам существенно отличается. Готовность техники проверяет госконтроль. Задача не просто выявить, но и оперативно устранить недочеты. В НАН Беларуси создали 11 новых клеточных разработок. Сейчас они проходят клинические испытания. Наше государство опережает развитые европейские страны в количестве таких методов. Их больше 60. Применяются от лечения онкологии до стоматологии. Благодаря технологии уже около 300 пациентов вылечились от глокачественных опухолей. Белтехосмотр выдал в июне свыше 130 тысяч разрешений на участие в дорожном движении. Это на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2022 в стране произошло почти 3200 аварий. Из них 37 по вине водителей, которые управляли авто с технической неисправностью. В Беларуси планируют увеличить разведение ценных видов рыб. Два новых комплекса построят в Могилевской области. Мощность производства позволит выпускать по 1000 тонн продукции в год. Так сократят импорт, а цены в магазинах станут доступнее для покупателей. Всего в стране 16 хозяйств, где разводят форель, осетра и сома. Беларусь вошла в топ-10 лучших стран для переезда по версии британского портала. По стоимости электроэнергии наше государство на третьем месте в мире, а по сумме за газ и вовсе на втором. При составлении рейтинга оценивались такие факторы, как цена недвижимости и среднемесячная зарплата. В двойне счастливый день. Рожденные в День независимости малыши вместе с мамами принимают поздравления. В Бобруске 3 июля родились сразу пятеро детей. Четыре девочки и мальчик. Новых горожан навестили представителей общественного объединения «Беларусь» и настоятельница женского монастыря «Святых жен мироносиц». С собой цветы, подарки и сувениры. Трогательный сюрприз – музыкальные выступления. Все это очень красиво. Я даже заплакала. Близко очень все воспринимаю к сердцу. К рождению малышки – это подарок мужу. Муж мне дал ЦУ. Говорит, Вероника, давай, 3-го числа у нас должен быть ребенок независимый. Как муж захотел, чтобы была Адель, так она и есть. В день независимости – значит, в день независимости. Мечты сбываются. Во второй раз стала мамой. Очень волнительный такой момент. Хотела истинную белорусочку. Мы как запланировали, так звезды сошлись. Делали такой подарок. Это было очень неожиданно, очень приятно. Настоящий праздник. Это очень трогательно. Всего в день независимости Беларуси родился 121 ребенок. 62 мальчика и 59 девочек. В Лидера – Гомельская область. Там на свет появились 22 малыша. В Брестской – 20. В Минской – 17. В Могилевской – 15. В Гродненской – 12. Витебской – 9. В столицу Аист принес 20 новорожденных. Великая память. Боевое знамя 5-й гвардейской танковой армии вернулось в Бобруйск. Его не было в городе более 30 лет. Сейчас символ воинской чести, доблести и славы занимает почетное место на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. О значимости легендарного полотнища. Елизавета Липеева. 29 июня в далеком 44-м войска 1-го Белорусского фронта победоносно завершают Бобруйскую наступательную операцию. Благодаря которой освобождают территорию от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что в эту значимую судьбоносную дату спустя более 30 лет в город возвращается боевое знамя 5-й гвардейской танковой армии, которое передают из Национального исторического музея Белоруссии. 5-я армия – это одна из шести армий, которая непосредственно принимала самое активное участие по освобождению. Это армия наступления. В 43-м году в марте месяца 23 февраля указом Ставки Верховного Главного командования был указ о создании 5-й гвардейской танковой армии нового типа, типа наступления. То есть, всё на гучном ходу, всё в броне и тылы. То есть, убрали гужевой транспорт, повозки, лошадей, и пешим порядком не ходил. Все были на броне и на гучном ходу. История подвигов. Войска 5-й гвардейской танковой армии принимают боевое крещение в районе Прохоровки на Курской дуге и завершают победоносный путь на берегах Балтийского моря. За годы Великой Отечественной участвуют в 16 крупных сражениях и операциях. 53 солдата и офицеры удостаиваются высокого звания Героя Советского Союза. Около 39 тысяч человек награждают орденами и медалями. Нам на сегодняшний день, их потомкам, так сказать, нужно тоже приложить максимум усилий к тому, чтобы не допустить вот этой опять бойни, которая происходила в 41-45 году. А чтобы этого не было, мы должны усилить военно-патриотическое воспитание молодежи и нашего населения. А вот это знамя, оно как раз будет нас вдохновлять на то, чтобы более усиленно заниматься вот этим вопросом воспитания. И оно у нас будет как бы ореол, на который мы будем равняться и будем проводить вот эту военно-патриотическую работу. Подлинные фотоматериалы, знамена времён Великой Отечественной войны, личные вещи офицеров и солдат, награды и увлекательные макеты. Количество экспонатов завораживает. В музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии каждый желающий может прикоснуться к истории и ещё раз вспомнить героический подвиг, который совершили наши деды и прадеды под знаменем легендарного полотнища. Музей был создан в конце 1957 года силами офицеров 5-й гвардейской танковой армии. Сегодня мы являемся наследниками этой уникальной музейной коллекции. Многие участники Великой Отечественной войны были ещё живы в этот период. Многие даже продолжали служить, общались с семьями и благодаря этому собрали действительно уникальную музейную коллекцию. Посетить можно в любое время, с понедельника по пятницу. Экскурсии проводятся по предварительной договорённости. С историей знамени знакомят 25 ребят лагеря «Патриот», которые круглосуточно проживают на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Именно здесь сейчас находится символ воинской доблести и чести. Не исключено, что в ближайшем будущем он займёт почётное место в Музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии. Как напоминание о священном долге защиты Отечества. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Праздник, овеянный легендами. В городском парке культуры и отдыха пройдёт купали. Концертно-театрализованная программа начнётся 7 июля в 17.00. В 6 – танцевальная. Будет также работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства. Всем можно посетить игровые площадки. Кульминация вечера в 20 часов. Зрелищный народный обряд «Купальский костёр». Мы хотим пригласить бобручан и гостей нашего города посетить нашу праздничную программу, посвященную празднованию Дня Ивана Купалы. Будет весело. Сможете ощутить атмосферу праздника, традиций. Республиканский праздник «Купали» пройдёт уже в эту субботу. В Александрии выступят артисты белорусской эстрады. Анатолий Ермоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно, Жанет и многие другие. Апогеем торжества станет гала-концерт. Двухчасовое музыкальное шоу завершится фейерверком. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»